Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем выполнять аппаратный педикюр пальчиков и стопы. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Так как у нас сломан угол ногтя, выполним до наращивания. С того времени, как появился у меня мощный аппарат, а также были просьбы от вас про педикюр стопы, я решила снять аппаратную обработку стопы. Конечно, с аппаратом это выполняется за считанные минуты, но также есть и нюансы, об этом попозже. Колпачки для педикюра и другие материалы вспомогательные я заказывала в этот раз с интернет-магазина Красотка Про. Большой магазин, огромный ассортимент и, кстати, не только для ногтей. Я выбрала насадку-основую резиновую 13 мм фирмы Planet Nails. И колпачки на нее того же размера, колпачок грубый 80 грит, средний 120 грит и мягкий 180 грит. Еще нужны шлифовочные колпачки для более мягкой кожи, но все со временем. Красотка Про выпускает материалы собственной марки, различные дизайны, пилки, средства для снятия гель-лака и обезжиривания ногтей. Проводятся также различные вебинары, которые подойдут как для новичков, так и для тех, кто хочет повысить свой профессиональный уровень. Также я решила попробовать систему укрепления и лечения ногтей ABX. Много я о ней слышала, да и до вас, наверное, слухи доходили. Я попробовала пародии на этот материал и он не впечатлил меня только тем, что покрытие остается пленкой на ногти, соответственно и скалывается с них. Но ABX должен действовать изнутри, впитываясь в ноготь. С товаром приходит и инструкция, поэтому запутаться сложно. Главная суть в этой системе это прогревание ногтя просто под теплым воздухом, а потом уже сушка в лампе. Если кому-то интересна более подробная информация по этому средству, я сниму для вас отдельное видео по нанесению этой системы, а также покажу, как она носится и его нюансы. Я еще выбирала и гель-лаки, это фирма Клио, вы часто просили обзор, и фирма Масура. И в той и в той марке у меня есть вот такое йогуртовое конфетти. Но если бы у меня сейчас была клиентка подходящего возраста, я бы обязательно выполнила что-то подобное с этим конфетти. Но сегодня у нас будет классика в покрытии. А для моих зрителей магазин предоставляет скидку в 15% по промокоду BUGRI на гель-лаки. Подробнее информацию смотрите в описании. А мы уже приступаем к обработке ногтей. Так как техника у нас аппаратная, то ничего, размягчать или размачивать мы не будем. Я только нанесла антисептик. Длину ногтей спиливаю также аппаратом, но мне пока что более привычно делать это кусачками. Пилочки на сайте подписаны были как тонкие, но для педикюра они подходят меньше, чем для маникюра, хотя управляться с ними было комфортно. На ногте осталось прозрачное гелевое покрытие, убираю его фрезой. Сейчас очень часто клиенты ломают и травмируют себе большие пальцы, это от тесной обуви, поэтому длина ногтя не должна выходить за подушечку пальца. На большом пальце боковые пазухи глубокие, поэтому прочищаю их кюреткой. Это удобнее делать при комбинированной технике, тогда кожа и ноготь размягченные и все наши залежи отлично вычищаются. Ну и сейчас кюреткой я проверяю также глубину ногтя. И если это необходимо, нужно специальной пилочкой для вросшего ногтя подпилить угол, который упирается в кожу. Доставать его наружу, вырезая сильно углы нельзя, это приведет к еще худшим последствиям. Поэтому чуть-чуть подпилив его снизу, мы приподняли ноготь от кожи и этого достаточно. Остальные пальчики я просто подпиливаю обычной пилочкой, закругляя немного углы. Петеригию удобно счищать экстра мягким усеченным конусом. Вы его уже видели у меня в работе, но вот такой размер совершенно не подходит для маленьких пальчиков. Поэтому я нашла вот такой корундовый конус, также экстра мягкого абразива. Если присмотреться, то он даже полирует поверхность ногтя, а не царапает его. При этом отлично убирает сухую кожу. И эта фреза просто находка, нужно заказывать их побольше. Так как корундовые насадки довольно хрупкие, а обрабатывать их можно абсолютно так же, как и твердосплав или алмазные насадки. Продолжение следует... Далее насадкой с острым кончиком нужно проработать глубокие боковые пазухи. С такой глубиной не переключать направление фрезы не получится. Поэтому прохожусь вначале с одним направлением по всем пальцам, а затем переключаю реверс и прорабатываю другую сторону. Продолжение следует... Продолжение следует... Саму кутикулу я убираю шаром с синим абразивом. Есть такая кожа, что и зеленый маркер может понадобиться, но довольно часто кутикула больших пальцев чувствительная. А глубокий педикюр в области кутикулы с подкутикульным пространством не уместен, ведь открытая кутикула на ногах это неприемлемо, ведь туда будет попадать большое количество пыли и инфекций, что скорее всего вызовет воспаление. Продолжение следует... Продолжение следует... По завершению обработки убираем пыль и обезжириваем ноготки. Тем временем возвращаемся к стопе. Стопа у нас не проблемная, стопа стандартная, с сухостью на пяточке, но без большого количества натоптыша. Некоторые пальчики с гребешком, зона плюсны с натоптышем под большим пальцем и немного по центру и под мизинчиком. На свою резиновую насадку я надеваю колпачок грубого абразива 80 грит. До упора вставляю насадку в аппарат и включаю обороты порядка 20 тысяч. Это при условии, если мощность вашего аппарата около 65 ватт. С грубым абразивом на одном месте задерживаться не приходится. Аппарат справляется очень быстро, при этом сильно давить не нужно. Также стоит быстро менять место воздействия аппарата, чтобы кожа не нагревалась. Минус работы с этим аппаратом в том, что тяжелая ручка и отсутствие пылесоса в ней. Я поставила прямо под ногой клиентки свой переносной пылесос для маникюра, но тем не менее пыль частично улетает вверх. То есть для мастеров, у кого не оборудован перекюрный отдельный кабинет, и тем более кто работает дома, я бы не посоветовала заниматься аппаратной обработкой стопы. Хотя это очень быстро и удобно. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как мы обработали все проблемные участки, а крупным абразивом мы можем работать только в местах натоптышей, мы меняем абразив, и я уже беру 120 грит. Если предыдущим колпачком я работала только по местам натоптыша, то этим немного выхожу за его пределы, подчищая кожу легкими нажатиями. После грубого колпачка мы должны постепенно загладить кожу и чешуйки, которые подняли. То же самое проделываем и с еще более мягким колпачком, еще более мягко и нежно. Продолжение следует... Продолжение следует... После обработки стопы мы очищаем кожу от пыли. Желтоватые пятна остались, но для них есть специальные осветляющие средства, но кожа там уже нежная и мягкая. Вот такая получилась у нас красивая стопа. Ее можно смягчить кремом и перейти снова к пальчикам, а тем временем пока будет впитываться крем. Я снова обезжириваю пальчики и сразу ставлю закладку из агрегеля. Это сейчас самый удобный материал для таких целей. Донаращиваю угол, сушу в лампе, подпиливаю край и наношу базу. Субтитры делал DimaTorzok Базу в этот раз я нанесла уже после агрегеля, потому что ноготь у нас был запилен, обезжирен и в принципе этого было достаточно, чтобы акрилатик держался. Базу сейчас я наношу, чтобы сгладить все неровности ногтя. База у меня была Клио в 30 мл баночке, откуда я ее набираю обычной кистью. У нас на ножках будет красоваться благородный баклажан номер 125 от Клио. Кому-то стразы приелись, а у кого-то их никогда не было и мы решили попробовать. На самом деле они очень симпатичны и ненавязчиво блестят издалека. А я вам напоминаю про возможность воспользоваться скидкой 15% в интернет-магазине Красотка ПРО по промокоду. Подробную информацию вы найдете в описании. А наша работа готова, спасибо большое за просмотр. Если видео было полезным и интересным, ставьте за него пальцы вверх. Всем желаю творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok